Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Ну что, мы с Настей поехали по делам. По каким делам? По учебе, к репетитору, художкам. В общем, сейчас только что забегала в СДЭК. Настя держит, не я, не переживайте, девчонки. Мне там оповещение пришло, пришла, что одна посылочка. Ну, я это забежала, их там еще спрашиваю, ну, есть еще что-то? Да, говорит, есть. В конечном итоге две коробки еще и один пакетик. Я говорю, хорошо, что я спросила. Значит, вчера я просто обалдела, знаете. Открываю, смотрю, как пошло, как пошло, как пошло, пошло. Я говорю, как так, как так я могла вообще все это пропустила? И почему я это ничего не видела? Я, значит, скажу, о чем я. Смотрю месяц назад, два назад, три назад, четыре, пять. А все ниже, ниже. Пять месяцев назад. За пять месяцев масса неотвеченных от вас коммент... Мной комментариев на... Ой, все, запуталось. Мной неотвеченный на ваши комментарии. Слушайте. Проштрафилась. Вот слов просто нет. Я глаза-то округлила. Второй час ночи, думаю. Как же так, как я пропустила за пять месяцев такое количество комментариев? Я прям вчера максимально старалась отвечать. Ну, в общем, ждите ответ за пять месяцев, комментариев. Я говорю, теперь есть чем заняться в холодные зимние вечера. Если нечем заняться, Наташа, садись и отвечай на комментарии. Я постараюсь на все ответить по максимуму, по максимуму, только на те комментарии, где там какой цвет помады. Я вот тут уже, конечно, не смогу быть точной и точно ответить на эти комментарии. Это сто процентов. Давай, не оттуда, а вот сюда. Ну, в общем, я настолько удивилась. Я стараюсь всегда сразу же отвечать на комментарии. И я была так уверена, что у меня, в принципе, все так отвечено. И я вчера такая читаю комментарии, а дам поздравления с днем рождения. Ой, так классно, прям так приятно. Конечно, независимо от того, что оно было несколько месяцев назад. Ну, блин, так приятно, девчонки. Такие душевные, теплые слова от вас. Просто, просто класс. Вот, вот, вот. И меня так вчера прям так улыбнуло. Такие теплые. Кстати, сегодня у нас такой был классный прямой эфир в Инстаграме. Так здорово поболтали. Я вам уже говорила. Ну, поболтали просто классно. В общем, спасибо, что вы такие хорошие, позитивные, интересные и адекватные. Вот это самое главное сейчас в нашей жизни. Быть позитивным и адекватным. Да, Настя? Да. Да. А Насте какие эти, ой, спасибо, что вы так оцениваете Насте на работы, что вам они нравятся. Это для Насти как оценка ее, оценка ее творчеству. Это да, да? Ты читаешь их? Не всегда. Вот. Так я думала, что я все комментарии на все ответила. Как вчера увидела. Раз, раз, раз. Думаю, сколько же у меня там этого. Я как давали статья, они опять появляются. Ну, и все. Почему я вас не видела сразу? Как такое вообще могло быть? И я просто при этом удивлении. Там с июля месяца неотвеченные комментарии. Когда мы в Крыму. Потом пошло или видео, потом день рождения. И я сижу вчера прям в таком раздраве. Думаю, как же так? Как такое возможно? Совсем проштрафилась. Вот. Так что сейчас светофор переключится. Когда Настю отправим творить. Товарищ. Какой у тебя урок? Рисунок. 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 Отлично. Ну ладно, поехали мы. В спокойном тейпе. Все, что хотела, я вам сказала. В общем, посылки получила. Вот. Украшения получила Норхин. Ой, они огонь. Огонь. Просто в инстаграме я вам уже выложила, в инстаграме, как смотрится целиком комплект. Такой прям огонек. Мама говорит, Даша, огонь, прям для тебя. Я говорю, точно, прям для меня. Вот. Прям такой драйвовый комплект. Мне кажется, настроение, которое прям это поднимает. А это что за пробки? Что пробки-то сегодня на каждом шагу? Просто. Из-нибудь выпал снег. Теперь немного появилась колея. И в общем-то мы поехали другой дорогой, которая здесь не особо такая. Здесь постоянно машина, машина, машина не проехать. Просто. Ну ладно, будем ехать дальше. Я знаю, что вы очень любите открывать посылки. И я вот только что проводила курьером. И начала уже открывать. Я думаю, как так открываю без вас. Ну давайте. Будем смотреть. Это у нас японский чай мачо из региона Удзи. И японский чай мачо премиум из региона Удзи. Вот таких вот два чаечка. В общем-то они у нас разные. Премиум грант и стандарт грант. Такие вот два чая. Способ приготовления. Сейчас чаи мачо очень вообще пользуются спросом. Любимы многими. Ссылочку, где я заказала, я вам оставлю в инфобоксе под видео. Заказывала через инстаграм. Классный аккаунт такой. Там много всего вообще интересного по поводу чаев. Очень часто проходят и прямые эфиры, где все подробнейшим образом рассказывают. Как приготовить, что делать, как применять. В общем-то разнообразие очень большое. Выбор просто классный. Ну вот такие вот два у меня чая. Сколько вот в чашку. Температура 70-80 градусов. Положить 2 грамма мачо. Просею в чай через сито. Быстро взбить мачо нужно. Вот таким каким-нибудь ершечком. Есть вообще специальные такие вот приспособления для приготовления этого чая. И до образования плотной пенки. Классно. Шанечка. Ау. Шанюль. Ку-ку. Шанюль. Шанюля. Да ладно. Ты же из меня укусит там. Ой. Ой, злая девчонка. Все, Шань. Тебя никто не тронет. Это уже не я. А вот это я. Что это такое? Все. Это я. Шаня. Шаня, у тебя психологическая травма. Шаня. Иди сюда. Ты греешься? Где ты там? Шаня, где ты там? Шаня. Где ты там? Вылази. Хоп. Шаня. Хоп. Вот это да. И вот так вот сбегает красотка наша. Они такие, я дома. Столько сегодня было разного плана вообще дел. Мы все с Настей успели сделать. И еще побывали в магазине фикс прайс. Зашли в фикс прайс, который у нас находится, знаете, на таком ходовом месте. И, собственно говоря, в общем, там выбирать вообще просто нечего. И брать нечего. То, что хотелось там взять бы интересненького. Того там не было. Ну, сейчас покажу все, что взяли. И были, значит, в торговом центре в Ашане. Где у нас торгует Аша. Оно закрывается до 14 января. Акосцы всего лишь будет работать. И потом закрываются пустые полки. Это, знаете, как, наверное, вот в годах перестройки, когда на полках ничего не было. Вот так выглядит наш Аша. Это просто полмагазина. Там уже упаковывают что-то складывают. В общем, мы с Настей пришли и вообще настроение упало. И так не особо какое-то есть настроение, чтобы ходить по магазинам там или что-то смотреть, покупать. А тут вообще, когда вот такое видишь, думаешь, боже мой, это что такое? Сразу такие какие-то дурацкие мысли появляются. Ну, ладно, не будем об этом. Будем сейчас смотреть, что уже мы взяли. В магазине, значит, фикс прайс. Твикс, соленая карамель брала. Я такие вот один уже в машине съела, потому что есть очень сильно хотела. Короче, я не заметила, что он соленый, или я была такая сильно голодная. Или что, просто, в общем, не знаю. Так, что еще? Пакеты для мусора с завязками на 60 литров 15 штук. Вот такие вот взяла для пищевых отходов. Потом Настя выбрала себе вот такие вот носочки с оленями. Носочки 99 рублей. Потом она себе взяла еще вот такие вот носочки. И вот такие вот довольно-таки тепленькие. Прям внутри там хорошие. Тоже такие носочки. Не помню, сколько они стоят. Но еще вот такие. Далее мои конфетки. Кит-кап. Открытку. Нас новым годом. Вот такую вот открытку. Она без... Она не подписана. В общем, я ее сама подпишу, как мне нужно. И вот такие вот конфеты со сливочной начинкой. В Ашане. Значит, лук. Яля. Настя, культовая, доставай там. Бананы. Потом. Ну, вот такие вот сырки. Первый вкус. Фундук. Глазированный пирог. Батон. Федоровский. Пирожки слоеные с картошкой и луком. Это и речи завтра он идет на экзамен. В этой музыкалку. И в школе не будет обедать. Я говорю, ну возьмите. Люблю себе какие-нибудь эти. Ты, знаете, еще себе взяла. Потом хлебцы с луком для упаковки. Молочная плитка с вафельной крошкой. Взяли какое-то мороженое каждый день. Настя, говорит, давай возьмем. Оно классное. Так. Хлеб. Хлебец. Черногорский. С черносливом вкусный. Так. Ну что. Это надо все взбить. Дальше. Ашан сливки. Десяти процентные. Фасоль каждый день. Белая. Колбаса пойдет. Каждый день. Салями. Туринское сырокопченое. Потом. Значит. Сервелат. Калинка. Ореховый. Полукопченый. Потом. Значит. Мираторг. Брауншвейская. Полусухая. Гостовская колбаса. Сырокопченая. С мраморной говядиной. Сделанная. Такая красивенькая. Потом. Таврия. Значит. Сырокопченая колбаса. С салями. Англицкая. Англицкая. Колбаса. Так. Потом еще. Дубки. Колбасные изделия. Вареная. Колбаса вареная. Дубки. Так. В общем. Махеев разные взяли. С лимонным. Оливки. Так. Рыбу. 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 Так. Где написано. Бухта пеликанов. Высшее качество рыбы. Кумбрия. Так. Ну. Это. Гомарус. Купили. Черепах. Значит. Кормить. Потом были. Где всегда покупаем эти сухофрукты. Это значит. Финики такие вот взяли на пробу. Не знаю. Инжир. Ой. Инжир. 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 Что я вам говорю. Инжир. Значит. Кураву. А это. Какие-то вкусняшки он нам всегда кладет. Не знаю. Ой. Что-то такие мягенькие. Не знаю. Саханки. Как это выглядит вообще. Ага. Вот. Так. Все мы? Да. Ну. В общем. Все вот это. А кто-то пришел. А что? Кто-то двери не закрыл? Мы двери не закрыли? Да. Это нам домофону свои. Ну не в домофону свои. Да? Мы двери. А. Я подумала, что мы дверь с тобой не закрыли. Ну. Короче. Вот. Сейчас будем все это разбирать. Все разбирать. И будем кушать. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok